Взяли производную треугольник, провели в нём медиану и эту самую медиану продлили на её длину. Увидели? Задача. Докажите, что получился прилаган. Повторяю, взяли в треугольнике любую медиану, продлили её на её длину. Ну, раз это медиана, то вот те отрядочки тоже будут равны. Молодец. По определению медианы вот эти равны, а значит, это получается в четырёхугольник с чем? С центром. С центром симметрии. А сегодня мы обсуждали, что если в четырёхугольник есть центр симметрии, то что? Это поле локал. Между прочим, ребят, я понимаю, что вам это звучит немножко смешно, немножко, но, тем не менее, запомните, это про аллее всего, её полезно, про делительное её длину. Конечно, такой немножко совет полигантский, потому что не бывает таких советов решения любой задачи. Понятно, что можно легко придумать задачу, в которой там совершенно не надо делать медиану, но она будет лечить и трубать. Но, вот, ребят, дело в том, что параллелограмм, фигура более какая-то понятная. Всё-таки он как-то солиднее выглядит, чем... На самом деле, любой треугольник с медианой однозначно достраивается до параллелограмма. Обычно с параллелограммом у вас легче складывают соотношения, чем с медианой. И поэтому совет, если вам дали задачу про медиану, подливайте на её длину. Провели две медианы. И так вот. Пока всё понятно? Да. Замечательно. Вот эта точка А, вот эта точка Х, вот эта точка М. Задача. Скажите, пожалуйста, в сколько раз отличается длина отрезка АМ от длины АМ? В два. Молодец. Это правда. Действительно, если у вас две медианы, то одна делит другую на два отрезка, один из которых в два раза больше. Тот, который ближе к вершине, значит, от вершины до точки пересечения в два раза больше, чем от точки пересечения до стороны. Отлично. Докажите. Можно потом я вскрою между бюджетом? Это не просто есть решение, а есть много интересных решений. Это правда. Но давайте, для нас сейчас хоть одно. Если вы нести дальше в диалю... Да, давай-давай-давай. Исоединить точки С... Ну, кривовато, но это ничего. Вообще-то это одна и даже точка должна быть. Это получается параллелограмм. Ну, на глаз не видно, но тем не менее, где-то параллелограмм. Дальше. Как доказать, что отрезок АМ в два раза больше отрезка МХ? Провести параллельно прямую БМ. Через точку С вам советуют провести прямую параллельно БМ. Я тоже советую это сделать, да? Нарисовать еще и вот такую параллельно БМ. Хорошо. Картинка здесь все-таки плохая. Господа, давайте я постараюсь нарисовать картинку более понятную. Значит, посмотрите, какая история. Жил-был любой треугольник. А почему нет? Почему? Все нормально. Жил-был треугольник. Вот. У него жила-была медиана. И ее что? Продлили. Продлили. И возник параллелограмм. Отлично. Единственное, я в муссу должен расставить. А, Б, С. Сюда давайте напишу Y. Сюда напишу M, чтобы было как на этой картинке. Здесь X. Господа, нам уже посоветовали провести медиану из точки С. Пусть здесь будет какая-нибудь точка Т. Здесь будет точка N. Тогда смотрите. Тогда смотрите, что у нас. Как называется четырехугольник B, T, C, Y? Параллелограмм. Параллелограмм. Как называется точка X у этого параллелограмма? Центр симметрии. Центр симметрии. Значит, отрезок M, N равен... Параллелограмм делится. То есть M, X и X, N это одно и то же. Отлично. Сумейте объяснить, что AM равняется M, N. Ты это знаешь, я понимаю, остальные. Почему отрезок M, N равен отрезку AM? Подобный треугольник. Нет, я не хочу признать, что он подобный треугольник. AMC, AME. У меня маленькие дети. Ты что? Это подобный треугольник. Может, они и подобные. Я хочу объяснить как-то понятнее. Тогда терем полезное. Смотрим треугольники AMY и MNB. AMY и? MNB. И что? И непонятно. И совсем непонятно. Слушайте, а давайте я все-таки продлю медиану еще дальше. Что? А давайте я продлю медиану. В конце концов, почему бы мне не продлить медиану вот так вот? Тогда как называется вот эта фигура? Треугольник. Это, конечно, треугольник. А как называется вот эта фигура? Параллелограмма. Параллелограмма. Замечательно. Какая-то там точка D. У нас есть параллелограмма. Да, параллелограмма. И что теперь? Вот посмотрите. Посмотрите на эти две прямые. Вот вы видите вот эту прямую? Вот это. ЦТ. Замечательно. Вы видите вот эту прямую? Да. Замечательно. Каким свойством они обладают? Параллелограмма. Они параллельны. Отлично. А что мы хотим доказать? Что вот эта прямая, А, М, М. Смотрите, мы хотим что доказать? Что отрезок А, М равен отрезку М, М. А чем мы при этом можем пользоваться? Это любая прямая или нет? На самом деле, мы еще ни разу не воспользовались толком тем, что вот эти отрезки равны. Вот эти А, У и У, С что? Равны. Равны. Слушайте, а давайте я его на основной чертеж нарисую. У меня есть треугольник, треугольник А, С, Н. Все видят? Да. У меня есть точка Y, и я знаю, что вот эти два отрезка равны. И я знаю, что это прямая параллельная эта. Ребята, догадайтесь, что это такое? Подобный треугольник. Да, подобный треугольник я понимаю, но как-то понятнее сказать. Теория инфалеса. Теория инфалеса. Как это еще понятнее сказать? Как называется вот этот отрезок для этого треугольника? Теория инфалеса. Средняя линия. Молодец. Потому что мы ее назвали средней линией, доказательством лучше не стало. У нас есть треугольник, через середину стороны проведена прямая параллельно. Почему эта прямая высекает среднюю линию? Почему она высекает другую сторону в середине? Почему сторона А, Н пересечена в середине? Треугольники А, И, Н и А, С, Н. Подобные. Подобные. Все. Коля, мне нужно, чтобы это они сказали. Более того, чтобы они это не просто повторили, а поняли. Другой они. Наря, вы хоть слушаете его, что он сказал-то. У вас правда смеетит? То, что эти два треугольника будут. Какие эти? А, И, Греб, М. Там точка М у нас была. А, И, Греб, М и А, С, Н. Они подобны, да, молодец. И что? Ну, значит, то, что... Они подобны с коэффициентом 2. Да. Значит, это положено. Маленькая правда. Как объяснить, что такое подобные для угольников? Они... Да. Они по размерам разные, но углы у них... Замечательно. Угол А, В... Такая проблема. Вы сейчас пытаетесь пользоваться естественными, нормальными, жительственными представлениями. Во-первых, вы абсолютно правы. Во-вторых, я хочу сейчас, что называется, навести строгость на это. Понятно, да? То есть, по сути, вы сказали абсолютно правильно. Вот этот вот треугольничек, он по размерам в два раза меньше вот этого большого. Это правда. Но вопрос, как это объяснить? Потому что вас могут спросить, а что такое вот совсем строго? Что такое? И вы запутаетесь. Ребята, есть простой совет. Возьмите... Еще раз. Все поняли, что здесь середина, да? Да. Возьмите и проведите еще параллельную прямую. YZ параллельно AN. YM параллельно CN. И подумайте, что за фигура здесь возникла. Параллелограмм. Параллелограмм. А если параллелограмм, то у него вот эти отрезки что? Равны. Равны. Давайте я пишу. Х и Х. Они равны. Отлично. Отлично. А эти отрезки у него что? Равны. Равны. Y и Y. Если бы вы мне сейчас объяснили, что вот эти вот треугольнички конкурентны, тогда было бы здорово. Тогда бы я сказал, что и здесь тоже Y. Точка M была бы серединой, а мне именно это и требовалось. Повторяю. Если вы мне сейчас объясните конкурентность треугольников AYM и YZZ, то все будет сделано. то отрезок AY равен отрезку YZ. И мы знаем, что прямые параллельны. Прямая YM параллельно CN мы провели, а прямая YZ параллельно AN. Значит, вот эти углы равны. И вон те тоже равны. Так, давайте, пожалуйста, все отметьте. Отметьте, значит. Итак, вот эти равны, потому что параллельно. Вот эти равны, потому что вот другое параллельно. Значит, здесь тоже Y. Ну и получилось, что M среди. Так, ребята, я, разумеется, понимаю, что оставлять дело так нельзя. Разумеется, доказательство теоремы о медианах не может быть таким. Так, спасибо. Спасибо.